Как играть на легендарной сложности в Скайрим? И сегодня я вам подскажу. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Друзья, у меня есть самое невероятное, самое нестандартное прохождение Скайрим Спешл Эдишн. Зацените ссылочка. Внизу. Ну что, сложность легендарная. Легенда в Спешл Эдишн, в легендарном издании легендарная. Самая жесткая, особенно если вы начинаете за воина с первого уровня. И более сложный вариант это воин двуручник, ребят. И сейчас я вам расскажу, как получить максимальное удовольствие. И как прокачаться максимально правильно за воина, за настоящего жесткого воина двуручника. Ну, во-первых, я советую все-таки выбрать орка. Самые сильные воины это орк, друзья. С их перком, талантом, берсерк. В течение 6 секунд вы получаете в 2 раза меньше урона. А наносите также в 2 раза больше урона. Незаменимо для легендарной сложности. Также камни-хранители. Я не советую вам брать сразу на опыт. Почему? Да потому что на легендарной сложности опыт и так быстро качается. А чем быстрее мы качаемся, чем быстрее становится больше уровень наших врагов. Это нам не нужно. Поверьте, на легендарной сложности мы берем другие камни. Первостепенные перки. Конечно же, мы качаем. Самое главное это двуручное оружие и тяжелая броня. Тяжелую броню качайте только правую ветку. Почему? Объясню немножечко позже. Второстепенное это кузнечное дело и блокирование. Пригодится. Смотрите, где я сейчас. Я нахожусь недалеко от камня-хранителя. Пробежитесь вот сюда. Маленький островок. И здесь есть камень. Леди, друзья. Этот камень дает нам очень крутой бонус для нашего воина. Который регенит нам здоровье и запастил на 25% быстрее. Для старта это очень хорошо. Также для нашего воина тут есть подарочек. Есть секрет. Это корабль, который затонул. Прыгаем. Вот сюда. На самом первом уровне. Здесь вы сразу забираете стальную секиру, друзья. Это оружие, которое вам очень-очень вначале поможет. Урон 20. И это стальное. Это лучше, чем железное. Потом, друзья. Вам нужно насобирать где-то 600 монеток. Их легко насобирать на самом деле. И через вайтран вы отправляетесь в Виндхельм на повозке. Да, друзья. Нам нужно сюда. И здесь мы отправляемся в местную таверну. А чах и свеча. Почему? Да потому что на легендарной сложности вы должны играть вдвоем. Поверьте, компаньон вам просто необходим. И такой, который будет очень крутой. Я советую вам взять все-таки Стенвара. Да, он и танк. И неплохо владеет луком, друзья. Нанимаем. Вот теперь, друзья. Вы можете зачищать маленькую локацию под названием Преречная застава. Я недавно за нее рассказывал. Совсем недалеко от Вайтрана. На самом верху. Уничтожаем босса главарей. Он очень сильный. Так что будьте осторожны. На легенде он. Используем талант. Ого. Нет, 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 дорогой. Бьем, бьем, бьем. Только помните. Осторожненько. Мощный удар, по-моему, сразу нас уничтожает. Даже с талантом. Ооо. Какое добивание. Да, друзья. Перчатки железной руки. Атаки двуручным оружием наносят на 15% больше урона. Понимаете? Это все равно, что у вас уже прокачан перк. Но только перк добавляет 20%. Перчатки 15%. Обалденный артефакт для начала игры. Забираем. Теперь, друзья, давайте возьмем броню. Отправляемся на повозки к Рифтону. Здесь пешочком. Бежите вот сюда. Запоминайте. Здесь есть... Да, 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 да. Будем воровать у своих. Лагерь орков. Здесь можно запрыгнуть. Я когда-то показывал в одном из видео секретов Скайрима. У меня есть плейлист по секретам. Там очень много разных секретов. И фишек, и пасхалок. Так что я советую, друзья. Здесь втихаря забираем... Да, друзья. Ороча броня. Очень крутой бонус. И плюс Ороча Секира. Очень круто нам поможет. Забрали и уходим. Как странно он. Ладько, друзья. Мы получили нашу Орочу броню. На фоне это мой сынок Ванюша. Для тех, кто не знает. Смотрите. Класс брони. Одежда у нас 118. Я прокачал всего лишь в один перк. В один перк тяжелую броню. И я ее совершенно не улучшал. Теперь я предлагаю вам один из трех камней-хранителей. Которые лучше, лучше подходят для нашего воина. Первый из них вы можете взять вот здесь, друзья. Смотрите, недалеко от Донстара. Это камень Лорда. Да, друзья. Смотрите, что он дает. Камень Лорда защищает нас 50 единиц сопротивлению урона. Наша броня на 50 единиц становится сильнее. И 25% сопротивлению магии. Очень, очень круто. От физ урона и от магии. Вот этот камень тоже очень, очень круто подойдет на ранних уровнях для нашего воина. Смотрите. Он находится недалеко от Селитюда. На повозке. А здесь пробежитесь немножечко. Это, друзья, камень коня. Что он дает? Он просто незаменимый, друзья. На самом деле, с какой-то точки зрения. Почему? Да потому что тяжелая броня. Да? Если вы качаетесь по левой ветке и на соточке у вас есть перк. Надето тяжелая броня ничего не весит и не замедляет ваше движение. С камнем коня без прокачки этот перк уже работает. У нас нет штрафов, друзья. Нет штрафов. Смотрите. Знак коня. Грузоподъемность еще увеличена на 100 единиц. И броня не дает штрафов к передвижению. Вы двигаетесь очень быстро. Таким образом можно убежать, например. Увернуться от стрелы. Очень круто. Очень, очень. И третий камень, который можно взять для нашего воина. Вы это видели? Стрекоза просто-напросто меня подвинула. Я такого еще не видел. Смотрите. Недалеко от Виндхельма, ниже, находится третий камень, который я хочу вам предложить. Но лично я взял его. Это камень Атронаха. Что он дает, друзья? Камень Атронаха. 50% дополнительных единиц магии. Но это как-то неинтересно. Дальше. Восстановление магии замедлено на 50%. Мы воин, мы не используем магию. Хорошо. Но, друзья, здесь есть 50% поглощения магии. Что это вообще такое? Смотрите. Каждый маг, который в нас стреляет магией, эта магия поглощается. Каждый второй удар будет просто-напросто поглощаться, превращаться в манну. И вообще не наносить нам урон. Это невероятно. Невероятно помогает на легендарной сложности. Также, друзья, каждая атака ядом будет поглощаться. Каждая вторая атака ядом. И это еще не все. Каждая вторая болезнь тоже будет поглощаться. Это камень. Просто находка для сложности легенда. Теперь, друзья, вы должны пройти самую невероятно сложную, самую непроходимую на легендарной сложности на ранних уровнях локацию под названием «Пристанище лжеца». Недалеко от Селедина находится. Уж поверьте, там даже на новичке вы просто попотеете. Итак, как я буду проходить? Зелья. Зелья лечения я поставил на билд. Чтобы поставить на билд, вы просто F нажимаете. Потом кнопочку Q. И здесь выставляете кнопочки. Один, два. Как вам удобно, друзья. Заходим. И бежим. Также используем наш талант, потому что без таланта это еще вдвойне сложнее. Мы сейчас получаем на 50% меньше урона. И то это не так-то просто, друзья. Отстань. Вы видели, как я от меня подамажил? Так, стоп. Отстань. Тут еще фалмер. Тут очень темно. Здоровье уменьшается с огромной скоростью. Бежим, бежим, бежим. Лучники. Фалмеры. 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 Лучники. О, господи. Это жестко, друзья. Очень жестко. Вот здесь советую сохраниться F5. Это пригодится. Теперь смотрите. Здесь есть артефакт. Вон он спрятанный. Взяли этот молот. И пытаемся убежать, друзья. Пытаемся, пытаемся. Используем зелья. Кое-как пытаемся. Сохраняемся. Это было больно. Отстань. Отстань, отстань, отстань. Нормально. Пока изи. И остался последний проход. К сожалению, постоянно, постоянно туда приходят какие-то фалмеры и мешают мне пройти. Вот один. Там, по-моему, еще один был. О, нормально. Замораживает меня. Все хорошо. И вот он. Вот этот гад, который постоянно мешает. Тут еще несколько. Черт. Я не знаю, как я выбежал, друзья. Я просто не знаю. Ага. Тут наш компаньон. Все, друзья. Мы ее прошли. Самая невероятная локация. Самая сложная локация. Но там нам просто-напросто, просто-напросто нужно забрать этот молот. Что это вообще за оружие? Молот рада. Благодаря сниженному весу замах происходит быстрее. Друзья, вы получаете невероятное оружие с бешеной скоростью. С очень бешеной скоростью. Идем дальше. А дальше, друзья, получаем драконние крики. Первый из них находится недалеко от Маркарта. Локация кратер Драконний Зуб. Что это за крик? Спросите вы. Это воздух. Элементная ярость. Друзья, для нашего молота это просто невероятно. Второй крик, друзья, находится недалеко от Фолкрита. Локация Бастион, Кричащий и Ветер. На самом верху. На самом-самом-самом верху локации. Битва. Ну и третье очень просто получить. Он находится недалеко от Селитюда. Статуи Меридии. И просто на улице. Просто-напросто на улице. Этот крик. И мы получаем полное преимущество. Ну что, друзья, мы получили данные преимущества. Что я прокачал? Ну, ручное оружие 60. Конечно же, Варвар, Крушитель Черепов. Потому что это молот. Ну и я предпочитаю сокрушительный удар. Это силовая атака на 25% мощнее урон. Ну и тяжелая броня у меня прокачана на 60%. Что это нам дало? Одежда. Смотрите, класс брони 168. Притом, я не улучшал броню. Кузницы вообще не улучшал. И оружие. Сейчас длинный молот у меня наносит 57 урона. Но, если мы используем, конечно же, талант. Смотрите. То сразу оружие у меня наносит 113 урона. Плюс дальше мы переключаемся на ярость. Используем. И бьем очень. Очень быстро, друзья. Девероятно быстро. За это время можно справиться с кем угодно. на легендарной сложности, друзья. Конечно, эффект держится недолго. Но, друзья, вам хватит, чтобы весело и круто проходить на такой сложности. Конечно, можно еще дальше продолжать гайд. Если хотите, я продолжу, друзья. Но, поверьте, так играть очень, 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 очень интересно. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И я еще подскажу, как на ранних стадиях лучше играть за очника, за вора, за мага. И еще много-много-много всего. Все, друзья. Счастья, здоровья вам. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok